Сервис Lumen5. Одно время он очень был популярен и в социальных сетях. Много видеороликов можно найти, созданных с его помощью. Я вам парочку ссылок сейчас отправлю в чат. Давайте на них посмотрим. Итак, что умеет этот сервис? Ну, примерно то же самое, что и предыдущий. Он умеет создавать видеоролики на основе слайдов, где мы размещаем тексты, картинки, небольшие видеозаставки и гиф-анимацию. Дополнительные есть возможности. Можно анимировать объекты, то есть они будут появляться красивым образом. И есть возможность подключить веб-камеру, сделать запись с веб-камеры и вставить это внутрь видеоролика. Ну, давайте по порядку. На первом этапе у нас есть небольшой выбор шаблонов. Они разные. Есть посимпатичнее, есть не очень. Можно пощелкать, посмотреть. Можно тоже так же начать с нуля, с пустого шаблона и там уже экспериментировать. Сервис очень интересный. Он дает такую необычную возможность. Если у вас есть какая-то статья, допустим, в блоге, на сайте, вы можете на основе этой статьи создать свой видеоролик, особенно если в ней есть картинки. Как это работает? Вы берете ссылку на вашу статью в блоге или на сайте. Вот сюда вставляем. Эта вкладка называется «Стори». История. Вставляем сюда ссылочку. Нажимаем на «Импорт». Что делает сервис? Сервис из статьи забирает картинки, забирает тексты, определяет ключевые слова. И вот эти ключевые слова и картинки он размещает на слайдах. В качестве ключевых слов он обязательно возьмет все ваши заголовки и подзаголовки, которые есть внутри статьи. Плюс частотные слова и те, которые, на его взгляд, являются важными. Ну вот, например, я взяла просто какую-то рандомную статью. Вот так он мне ее отобразил. А синеньким он мне выделил, на его взгляд, ключевые слова. И вот он их раскидал по слайдам. Картинки взял у меня из статьи. Но если картинок маловато, он подключает в свою библиотеку и с помощью своего искусственного интеллекта подходящие картинки подбирает. Они, может быть, не всегда подходящие, но их можно отредактировать. Вот здесь есть набор инструментов, которые позволяют настроить переход между слайдами. Но здесь тоже по умолчанию 3 секунды стоит. Можем увеличить или уменьшить. Можем выбрать другой шаблон, layout, и можем поменять содержимое. Так что все это редактируется. Зато получается очень оригинально. Я вам ссылочку отправила, которая сейчас в чате стоит посрединке. Это как раз ссылка на видео про библиоквесты. Я когда-то писала статью на эту тему, и вот из статьи сделала видеоролик. Вот так у меня получилось. Там я немножко добавила картинок из библиотеки, но и взяла свои тоже. Ну и стандартный, конечно, вариант. Если у нас статей нет, то есть просто большое количество фотографий, из которых мы хотим создать нечто. Из этого идем во вкладку «Медиа» и загружаем их. Создаем слайды. Ну, допустим, я выбрала уже какой-то шаблон, вот такой он у меня. А дальше остается только загрузить необходимые медиафайлы и просто мышкой их перемещаем на нужные слайды. Открывается тут же вкладка «Библиотека». В библиотеке есть видео, как мы видим, да, есть фотографии, есть гиф-анимация. Точно так же с библиотекой мышкой мы на слайды перекидываем то, что нам необходимо. Тексты редактируем. Все это возможно. Новые слайды добавляем через значок «плюсик». Здесь же есть кнопочки для копирования каждого слайда. Можно откопировать сразу десяток, а потом их дополнять контентом. Дополнительно, я уже сказала, здесь у нас настраивается переход между слайдами. Здесь у нас дизайн слайда настраивается. И здесь еще можно цветовую гамму поменять. Если вы выбрали какой-то шаблон, его можно перекрасить. По умолчанию он синий, можно перекрасить любой другой. Вот таким образом слайд за слайдом мы здесь создаем. Здесь точно такие же примерно кнопочки, как и в предыдущем сервисе, из которых мы будем собирать наш слайдшоу. Единственная платная опция – это «Icons». Вот эта вот кнопка, она здесь не активная. Это иконки. Но мы без иконок, я думаю, как-нибудь переживем. После того, как мы настроили переходы, добавили слайды, все там красивенько написали, нарисовали, дальше переходим в раздел «Музыка». Ну, вот поближе покажу вам еще раз. Может быть на тех слайдах не очень хорошо было видно. Вот я укрупнила все то же самое. «Текст». Здесь не очень много для редактирования текста инструментов. Можно сделать заливку к нему применить, фон поменять, шрифт и сделать поменьше, побольше чуть-чуть. Ну, вот очень стандартный, очень небольшой наборчик. Давайте посмотрим еще на одну опцию. Это опция анимации. Я уже говорила, что можно анимировать объекты. Любой объект, щелкаем по нему, в выплывающем меню выбираем опцию «Анимация». Ну, а дальше смотрим. Тут не очень большой набор анимаций, но можно использовать. Чаще всего применяют их к картинкам. Там увеличение, уменьшение. Выпрыгивает он справа, слева, там вверх-вниз прыгает и так далее. Можно таким образом еще немножко оживить наши слайдшоу с помощью анимации. Солнышко позволяет немножко осветлить или затемнить фотографии, такие фильтры. Ну, и плюс можно еще и обрезать тут же прямо внутри слайдшоу. Что касается музыки. Музыка здесь тоже есть. Большая библиотека. Почти все здесь бесплатное. По крайней мере, я до платных просто не добралась. Я листала эту огромную библиотеку и так и не долисталась. Может быть, ее даже платной здесь и нет. Есть функция «Аплоудс». Можно загрузить свои аудиофайлы, если хотим. Плюс здесь можно использовать две аудиодорожки. Первая у нас будет музыка, а вторая будет запись собственного голоса. Вот здесь слайдшоу можно озвучить, подключив микрофон. Нажимаем на кнопку «Record». И, собственно говоря, каждому слайду записываем свою озвучку. Они прикрепляются автоматически с музыкой, как-то синхронизируются более-менее. И на выходе должно получиться неплохо. В разделе «Стайл» мы можем перекрасить сразу всю презентацию. Выбрать стилевое оформление. Вот это текущее, а вот это варианты, которые предлагаются. Бесплатных здесь немного 5 палитр. Ну и еще формат. Точно так же, как и в предыдущем сервисе, можно выбрать горизонтальный, квадратный, вертикальный и для социальных сетей. Как только мы выбрали формат, наша история тоже перестроится в нужном формате. Что появилось здесь новенького? Здесь появилась новая опция, называется «Добавление голосовых сцен». Что это такое? Я перевела на русский, потому что сервис англоязычный. Чтобы было понятнее, я просто с гугл-переводчиком перевела это все на русский язык. Мы создаем слайд, на котором мы можем записать себя любимого в формате говорящей головы. То есть было у нас слайд-шоу, переходит им к неожиданно какому-то слайду. Там появляемся мы и что-то начинаем говорить. Для этого подключаем веб-камеру, подключаем микрофон, создаем слайд и прямо здесь, на этом слайде, начинаем запись через кнопку «Рекорд». Дополнительно к этому видео, которое мы записали с веб-камеры, можем добавить субтитры вверху или внизу, там, где заходим. Нижние титры, верхние, выноски, добавить какие-то появляющиеся надписи, которые нам помогают. Ну, вот как-то примерно так, чтобы это выглядело. Может быть, она не такая прям полезная опция, она сейчас в режиме бета-тестирования проходит в этом сервисе, но вдруг вам захочется экспериментов. Так что вот такая возможность добавления голосовых сцен здесь появилась совсем недавно. Можно попробовать. В целом, сервис неплох, он довольно понятный и довольно простой, за исключением пока вот этих голосовых сцен, которые мне не совсем понятно, как работают. Ну, со временем, думаю, разберусь. Ну, а в целом, на выходе мы получаем готовый видеоролик. Его можно скачать в формате 720, в качестве 720 и получить ссылку на него. Здесь нет экспорта на YouTube, но вы можете скачать себе на компьютер и дальше распоряжаться так, как захотите. Сервис изначально был ориентирован на создание контента для социальных сетей. И очень хорошо, что у него нет ограничений ни по длительности, ни по количеству работ. Водяной знак будет в углу. Сейчас он, по-моему, вправо внизу переехал этот водяной знак. Ну, вот такой вот циночочек. Ну, он такой не очень навязчивый, поэтому можно пренебречь. А в целом, получается вполне себе симпатичные продукты с его помощью.